Я очень благодарен Богу, что мы могли приехать сюда и быть с вами, и общаться с вами. Было очень сладко было, приятно было. Мы как дети ведем себя у Криса, мы играем, мы шутим, мы обидуем, мы прощаем друг другу, как дедами, будьте как деды, так Иисус сказал, простить друг другу, забивать быстрее, аминь. Слава Богу, я рад, что Крис не стал рокер, как хотел. Они все умирали быстро, аминь. Слава Богу, Бог спас нас, мы не сожалеем, мы не жалуемся, мы... Слава Богу, я не менял мою жизнь во Христе ни с кем, а я не... не важно, как они выглядят счастливы или богаты, или... Я знаю, что у меня есть. Я не знаю, что у него, если тебя или вас, не важно. Я знаю, что у меня есть, и я доволен. Аминь. И я не менял бы ни с кем, потому что я знаю, я спасен. Аминь. Я не буду рисковать, что другой человек имеет. Я знаю, я спасен, и все. Бог знает, дьявол знает, и я знаю. Что вы знаете, не важно мне. Я вечно спасен. Аминь. Сегодня я буду открыть из Иеремии, место из Иеремии, 31 глава. Будем читать. Не привык к Иго. Не привык к Иго. Или как на русском написано. Неукротимый. Неукротимый. Писание. Давайте откроем это место. Иеремия, 31. Тяжелое место Писания, потому что это не все радостно в Писании. Аминь. Есть уроки в жизни. Быть дедом – это тяжело. Наказание получить. Но пройти эти годы, быть подростком, да, тяжело. Дети смеются на тебя. У меня было сколько, как это, комплексы, да. У меня двое сестры старше мне. Я хотел общаться всегда с старшими. Я всегда так. Я хотел с теми, которые были много лет старше меня, с ними общаться. И до сих пор я хочу быть старшими братами. Слышь, что они знают. Получить от них. И вот мы здесь видим, что один Израил здесь, как телец, как молодой, не хотел учиться, не хотел быть под игом. Или ярма, да. Библия называет это тоже. И это тяжело – носить крест, страдать, терпеть, быть верующим. Не всегда легко. Но этот процесс, если мы терпим, если мы вернем, Бог учит нас много. Мы получим больше от Него, когда мы молчим, и когда мы носим, и когда мы переносим, и долго терпим. Давайте прочитаем, что Бог сказал об Израиле в то время, 18 стих. Слышу Ефрема, плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо Ты – Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся. И когда был вразумлен, был себе по бедрам. И я был постижен, и я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Не дорогой ли у меня сын Ефрем, не любимое ли дитя, ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за Него. У милосердия над Ним говорит Господь. И мы, как родители тоже, желаем, чтобы наши дети не отступили от уставов нашей, от наших уроков, чтобы они были успешными, чтобы они учили самые важные уроки в жизни, чтобы они были счастливы, и чтобы они общались с нами. Аминь. И вот так Господь как плакал, как он сожалел, или как сказать, просто был ему печально, что его сын Ефрем ушел. И вот здесь он называет ее, как в 18 стихе, он плакал, его сын кричал, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. На английском она переводится как «непривык к игру». Он, как этот молодой телец, теленок, который привык гулять, играть, без тяжбы, без бремя. Все было, как ему, прекрасно. Но этот телец, он не знает, от чего он был создан. Он не понял, что однажды он должен перейти, он должен носить этот, Бог создал его именно для того, чтобы носить его. Бог нас тоже спас. Не для того, чтобы мы просто продолжали гулять, играть, и быть свободными. Но чтобы мы носили тоже наш крест. И чтобы мы следовали за него. И вот, как лошадь, есть лошади, я однажды катался, и вот есть лошади без объяснения, которые перешли в операцию. И вот этот жребец, когда он уже перешел, он успокаивает. И потом ты можешь сесть на него без страха. Они не гордые, они уже смиренные. Они, я был на лошади, которые хотят возле дерева, тебе, ну, как просто, ну, как, выбрасывать тебя. И я других, когда мотоцикл проехал мимо, выбрасывал меня, и потом троптал меня. И я должен был вставать, и сказать, хороший, я люблю тебя. И вы знаете, успокаивает его, потом сесть на него. И вот это тяжело. Они гордые, они гордятся. Я однажды жил в Флориде, у меня был мальчанок, был черный человек, мистер Смит. У него было 12 лошадей, которые бегают, как это называется? Гипподромные, да, или, ну, как. Они бегают. И эта работа была классная, если не было мухи, потому что везде, где лошади, я спал ночью и не мог жить. Но однажды был один, они все гордые, потому что они бегают, они высокие. И они стараются, когда ты чистишь ноги, они стараются тебе кусать на задний час тела, или ты ударишь их в голову, да. Это надо показывать, я главный здесь. Но все равно они пытаются тебе ударить или что-то. И вот верующие люди, когда они покаются, тоже есть гордые манели. Мы мучаем Господу, мы не знаем это. Мы просто не прошли эту операцию Божию. Вот это сердце надо сделать, обрезание тоже. Надо, чтобы Бог менял наше сердце и усмирил нас. И как этот телец, как этот теленок, мы тоже. Я привык жить, как я хочу. Знаете, это всегда будет с тобой. Это всегда верный друг твой. И будет с тобой до конца жизни. И это будет всегда противить Господа. Всегда она поднимается в голову и говорит, я хочу делать, что я хочу. И вот, как этой лошади, это тяжело для хозяина. И однажды я держал одну лошадь, и я открыл ворота. И я не обращал внимания, я не очень сильно ударил, держал вировку. И он убегал. И там в конце был этот, как называется, not. Узел. Я держал этот узел, но он уже был передо мной. Это очень плохая ситуация. Когда я держал его, он просто говорил, ага, ты попал. Пам, он ударил меня, и я вылетел. И слава Богу, он попал вот сюда. И вот. Ой, я даже не вставал. Я ползался до кровати, лежал. И не сломал, слава Богу. Ну, когда я его поймал. И я нежно взял его обратно туда, в его место, и закрыл. Теперь мы учим тебя. Но Господь имеет свои тоже планы. Мы так, мы пинаем или ударим Господу. И Господь сказал, тяжело тебе будет против вража. Тебе тяжело будет, Павел. Ты всегда был горден. Ты всегда сделал, как ты хотел. А теперь ты будешь, как Петр, протянет руки твои, другой будет вести тебя. Что это до того? Что будет он сделать? Ты следуй за мной. И вот этот урок, мы все, если мы хотим быть близким к Иисусу Христу, мы должны пройти процесс смиренности. И быть под этим игом. И привыкнуть к Иго. Быть под Него. Как они этот, я знаю, что они, чтобы сломать эту гордость, они ведут лошадь иногда в глубоких водах. И потом сидит на Него. И Он не может прыгать, как хочется. И вот Господь ведет нас тоже туда, куда нам не нравится. И где будет тяжелее нам противить и бороться против воли Божьей. Он обуздает нас. Он контролирует нас. Они положат в рта лошади эти, чтобы это больно, да. Но они привыкнут. Но они хотят бороться против этого. И Господь хочет на сердце тоже обуздать вас. И налево, ну, видите, я говорю, направо, налево. Надо, чтобы Дух Сутоин, чтобы мы были хорошие лошади. Чтобы мы были хорошей волой. Чтобы мы знали, как угодить хозяина. Это тяжело. Но Господь смотрит на землю. И Он хочет, как пар, Он хочет сделать, как пашет землю. Он хочет, чтобы были верные воли двое под Игом с Иисусом Христом, которые могут прямо ходить. И которые могут смотреть. Знаете, как они... Я пытался это делать. Это тяжелая работа с плугом. Работать, да, с лошадью. Просто так и... Давай, и туда, сюда. Это очень... Я не знаю. Надо опыт в этом. Сегодня есть комбины и тракторы. Но старые временные люди работают. Может, кто из вас работал так, поднимите руку. Вот одна. Вот. Она знает. Это не легко сделать. Это труд. Это очень серьезно. Но чтобы это делать, этот вол, этот лошадь должен быть послушным. И должен быть чувствительным. И вы смотрели на дерево или что-то, и вы идете туда. И вот. Господь хочет, чтобы мы смотрели на крест. И пошли туда верным. И трудились. Но верующие люди сегодня, они идут так. И потом так. Ах. А потом сидят немножко. А потом... Давай немножко на собрание. Они горячие. Потом голодные. Потом поститься. А потом не пущусь. А потом читают Библию несколько дней. А потом не хочу. А потом ревнен. Потом, ну, унилым. И знаете. Я знаю верующие люди. Это очень сложно найти люди, которые будут горячие все время. Аминь. И смотреть на крест. Но это мое желание. Господи, я хочу быть верным. Несмотря на всех. Налево, направо. Кто сегодня будет ходить на собрание? Я не знаю. Я спасен уже 34 года. Я всегда хожу на собрание. Я люблю ходить на собрание. Я не могу представлять пропускать собрание Божие. Молиться. Для меня это жизнь. Я уже слишком далеко пошел, чтобы смотреть назад и думать. О, если я жил бы. Я не могу представлять жить в мире. Я могу жить в мире. Я могу пасть. Любой может. Но я просто не могу представлять, как жить уже в мире. Я с Иисусом иду. Я хочу столько с Ним. Для меня это жизнь. Жить достаточно дольше, чтобы вы жили больше для Бога, чем для мира. Жить достаточно, чтобы вы могли сказать. Я не хочу туда. Даже не знаю, как жить там уже. Это будет как рыба. Жить гнездо с птицей. Я не могу понять и представлять этой жизни уже. Давайте откроем Матфея. Держим это место. Почему он плакал? Потому что тяжело. Наказание Божие. Кто любит Господа, он накажет всякий сын, который принимает. Он накажет тебя. Он ведет тебя в глубоких водах. Он будет тебя тоже обуздать. Он будет тебя тоже наказать. Вчера вот эта Джоэл, собака, убегла из двора. Она, если открываешь этот ворот, она убегает. Она начинает бегать туда и туда. Я взял вот из веревки, ну как это, из ветвь. Я подшелкнул. Ударил я. Потому что вот этот лаял и крестоник. Я взял. Иди. Домой. И быстро она побегала домой. Это для нее лучше. И потом, когда она была уже дома, я несколько раз решил. Не делай это. Иди сюда. Я открыл дверь. Давай. Выпей. Уже не хочется. Все. Она знает свое место. Когда собака бегает на тебя и запачкает тебе грязным, бери ее. Это неприятно. Но ты будешь учить ее. И потом колено прямо на ребре и бросай ее назад. Это неприятно. Что это? А потом второй раз она немножко прыгает на тебя. Второй раз. Бум. Третий раз не будет. Это просто. Она уже учила. Бог тоже делает в нашей жизни неприятностью, чтобы мы тоже как дикие ослица. Написано в Библии. Мы не обузданные. Мы дикие люди были. Мы язычники были. Мы не знали законы Божьего. И Бог накажет. А зачем это? Потому что это для тебя лучше будет. Ты будешь учиться. Дети наши мы накажем. Розглой мы используем. Библию учили этот. Аминь. И вот Господь учит нас. Мы плачем, как Ефреем. Ой, Господи. Почему этот? Я не привык к этому. Израил Божьи жестоковынный. Написано. Это как жестокая шея. У нас слово на английском. И дети так. Когда я накажу мои дети. Вот что-то случается с этой спиной. И это. Знаете. Как железо. И надо. Как мясо. Ну как это называется. Котлета. Уже готово. И это было полезно. Мой папа был шотландец. Он иди в туалет. Это где он. Это было наше место. И прямо на эту ванну. И все. У меня один из восемь. И все слышали. Я рад, что это не я. Я был упорный. И много раз был в этом месте. И учился. Субординация. Где-то сегодня. Где. Да, сэр. Да. Так будет. Да. Я слушаю. Слушаю. Поваление. Не принимаю сегодня. Упортности. Молодежи. Безуважение. Я тоже был такой. 17 лет я вошел во флоте. И думал, что. О, будет прикольно. Мы будем с оружием. Иди в лес. Как какая-то игра. Как где-то. И просто не. Не, 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 не. Дорогие. Они говорят. Вот это. Ваша. Футбол. Как это? Майка. Это ваша одежда. Теперь мы покажем вам, как мы хотим, чтобы вы сложили вашу одежду. Крутить только так. Сделать кровать так. Простень должен быть. Чтобы можно бросить монетку. Она должна прыгать. Ну, как. Так высоко. И вот. Как это? Простень должна быть. Вот так. Чтобы край не можно. Как сказать. Ну, тянет. И каждое утро. Такой дурной кио. Сделал кровать. Чтобы они прошли мимо. И трогали это. И вот. Ловил. Кио. Падай. Дай в 50. Упражнение. Как это? Поджимание. И я потел часто. Чтобы была какая-то лужа там. Это. Я не хотел это. Я хотел. Какой прикол. Или я так. И даже не успел. Ну, как рамен захочет. И там. Джин. Она летает. Это было полезно. Это было хорошо. Господь начал на меня действовать. Господь начал учить меня. Ты уже не ребенок. Ты уже. 17 лет тебе. Скоро человек. 18 будешь. Уже. Да. Такой. Был ребенок. Где ты сегодня? Не как раньше. 13 лет. Сотни и сотни лет тому назад. Уже работали. Утром вставали. Пошли. Пошли. Они работали. С пилой. Они уже сделали. Малорами. Шпалами. Или. Столарные были. Они как Иисус Христос. Он был молодой. Уже плотником. Работали. Учили. Субординация. Могли под игом. Иго. Это место. Починение. Это место. Субординация. Это место. Послушание. Иисус сказал Матфея 11.29. Возьмите, Игорь Моё, нас в себя. Возьмите. Это добровольно. Господь учит нас, обуждает нас, но все равно мы должны сказать, Господь, я хочу быть с Тобой. Я хочу взять этот. Я возьму. Возьмите. Воля человека и воля Божьей. Бог не заставит человека. Он сказал, кто хочет, научите. И научитесь от меня. Он сам это сделал. Он сам взял свой крест. Он сам научился. Он сам пришел и стал человеком. Он показал нам, как подчинять отца. И он сказал, хочешь, ходи со мной, как Енах. Ходи со мной, как Давид. Я учу тебе, как я учил Даниил. Я буду учить тебе, как я учил Авраам. Как Сарай. Как Хана. Как вот эти апостолы. Как Павел. Как Петр. Как всех в Библии. Хочешь, я научу тебя. Ходи со мной. Как можно двое ходить вместе, если они в согласии. Давайте дальше научитесь. Вы не можете научиться от креста, если вы не подчиняете этот Иго. Иго. Вы хотите знать его. Это будет больно. Больно. Да. Крест это неприятно. Взять свой крест тяжело. Будет издевание. Люди будут смеяться на тебя. Люди будут обвинять вас. Они будут просто обманывать вас. Они будут. Я сейчас думаю. Сколько было моментов. Иов сказал. Но пустой человек мудрствует. Хотя человек рождается подобно дикому осленку. Упортны мы. Но Господь хочет, чтобы мы не были упорными. Он положит на нас на этой Иго. Двое лучше, чем один. Библия говорит. Двое лучше, чем один. Это хорошо быть женатым. Аминь. Я рад, что Бог помог меня. И дал мне жену. Потому что я ничего совсем могу сделать совершенно. Слава Богу, что Бог послал меня в помощницу. Она помогает меня. Она помогает меня. И вот когда я был в этом спецназе. Мы всегда ходили по двое. Всегда был один друг с тобой. Обычно был кто-то более опытный. С молодой. С молодежью. Вот это Иисус послал их по двое. В Библию. Всегда было двое. Когда мы плавали 5,5 мил в океане. Знаешь, что это опасное место. Там акулы. Там холодно. В феврале месяце. Я видел людей. Глаза идут назад. Белые глаза. И вот это тело охлаждало. Внутренности. И ты должен взять его. И ты должен его, твой боди. Ты берешь его. Ты идешь так. Нет. Я как уже забыл. Как это сделать. Вот так. Нет. Не совсем так. Ты держишь его так. И плаваешь. И плаваешь. И я это сделал однажды. Ты просто держишь его на бодро. И это тяжело. Ну, можно умреть. Но надо иметь друзья. Ты должен найти. Вот написано в Библии, что вразумляли. Чтобы старшие вразумляли младшие. Сестры здесь у вас достаточно опытные. Старшие. Общайтесь с ними. Я всегда в Пенсаколе. И везде я иду. Я найду вдовы. Я скажу. Вы вдовы? Да. Можно все с вами? Да, пожалуйста. Миссис Лэм. Миссис Лэм. Миссис Гилли. У меня было трое. Три старшие. И я всегда с ними. Привет. Друзья были, да? Правда? Я сказал. Молите за меня. Молите за меня. Молите за меня. Они все знали то, что происходит на собрании. А что новости? Что происходит? О, он ушел? Да, что? Почему? Все. Все. Я всегда знал то, что происходит. И для меня, я слышал столько жалоб о Пенсаколе. Сколько ушли? Мы начали, сколько было? 55 начали, 12 закончили. Выпустили. Выпустили. Куда они идут? Это самое классное место в мире. Серьезно. Я не один раз думал, о, это сложно здесь. Я жажду. Каждый вечер. Больше, больше, больше. Как наркоман. Я не мог. Куда он? Куда этот? Почему? А я уже прошел этот 6 месяцев, этот спецназ. И для меня это было как, вы думаете, это тяжело. Это ты сидишь в классе и слышишь. Самый лучший учитель в мире Библии. Доктор Ахман. А я просто сидел. Я здесь. Слава Богу. Серьезно. Серьезно. Сколько было классно. Ой, сколько радостно. Сколько мы шутили на друг друга. Ой, я не могу начинать об этом. И куда они пошли? Я не могу представлять. Но у меня были друзья. Брайан Хиггинс. Он с Господом. Мы жили вместе. Мы учили вместе. Пережили смерть вместе. Много было. Но надо иметь друзей. Иисус сказал. Вот под игом моим. Возьмите игу мою. Со мной. Вот на собрание. Оставьте мир. Оставьте быть под игом мира. Потому что дьявол всегда оставит тебя. Он всегда бросит тебя в тяжелых местах. Он всегда будет везти тебя из дороги и в яму. Но собрание у вас, люди, которые любят вас, молятся. Вдовы, которые знают. Чтоб старший разумлял и младший. Чтоб вы, молодежи, могли просить молитву. Учитесь, научитесь. Я люблю быть у этих старших. Я люблю играть с ними. Учиться от них. Потому что они знают что-то. Они пережили много. Они были в войне. Они были в трудностях. Они были в банкротах. Они потеряли много. Молодцы, они. Я все знаю. Да, действительно. Ты как этот блудный сын скоро будешь. Ты у сыней будешь кушать. Ты еще ничего не учил. Меня 52 скоро будет. Я чувствую, что я еще щенок. Я зелоний. Столько есть учиться. Сколько знать. Чем больше ты знаешь, тем меньше ты. Представляешь, сколько мало я знаю. Сколько мало я понимаю. Это страшно. Слава Богу, что Господь заботится о нас. Аминь. Я даже не знаю, как я попал сюда. Как я пережил все это. Как я не упал. Как я не в яму. Сколько ловки было. Я постарался. Если вы могли потерять спасение, вы потеряли бы уже каждый день. Сколько раз. По благодати. Слава Богу. Он любит нас. Он мой. Мы купались вместе. Всегда было пары. Иисус идет с тобой в глубоких водах. Если ты не можешь, он носит тебя. Он будет с тобой. Когда мы ходили в Пенсикулу. И Ильи и Сан-Диего. Я начал ходить на собрания. Мы пошли по двумням. Я учился по Браун. И он учил меня молиться. Если вы не знаете, как молиться. Найти кого-то, который вы знаете молиться. Я хочу с вами молиться. И мы молились. И когда я молился, я говорю. Аминь, брат. Аминь, Господи. Да, слава Богу. Я с такими порами делаю это. Когда люди молятся, я не могу молчать. Да, брат. О, Господи. Помоги. Да, Господи. Это он учил меня. Браун взял меня под крыльями и сказал. Да, брат. Буду учить тебя. Он учил меня, как вести людей ко Христу. Я стоял, и он открыл Библию. Открыть здесь. Библия написана. И через, может, 10 раз, 20 раз. Можно я один раз. Сказал стык. И потом начала конкуренция. Знаете, когда вы вдвоем открыли Библию. Брат, можно секундочку. Знаете, это стык здесь. И потом началось. Хорошо, брат. Ну, давайте. Это приятно. Кто-то первый ловит эту рыбу. Вести людей ко Христу вместе. Двумя. Это приятно. Тяжело один. Тяжело. Ты не будешь. А если позволишь кому-то. Ты хочешь со мной пойти на вокзал сегодня. Раздавать трактаты. Давай, идем. Плод говорит. Если ты будешь просить твой плод. Давайте идем на вокзал. Плод говорит. Да, да, да. Ну, давай завтра. Или, ой, я не чувствую себя очень хорошо. А брат, если будешь звонить, это будет сложно засадить. Да, минь? Позвоните другу. Скажите. Давайте идем постучать по домам. Ну, хорошо, брат. Давай. Будь старше. Разумляйте. Или научите. И сказал, научитесь от меня. Учите, малобежи. Учите. И от Иисуса Христа. Второе. Давайте откроем. Второе, Кримфином 6.14. Научитесь молиться. Научитесь ходить и сидеть послевать с кем-то. Двумням. Вот и второе, Кримфином 6. Здесь говорится об соединении. Говорится здесь быть единодушным. Это как приятно, как хорошо. Жить братом вместе. Аминь. Вот Господь сказал здесь в 6.14. Написано, что не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Написано в законе. Не паши на воле и осло вместе. Бог сказал. Многие сегодня не обращают внимания на это. И они дружат со миром. Они найдут больше общения с миром. Любят быть с неверующими. Они, я это не понимаю. Они хотят их вещей. Они хотят их музыку. Они хотят послушать их новости. Братья и сестры, не должно быть так. Мы должны соединиться с верующими. Мы должны острить друг друга через Слово Божие. Мы должны общаться тем более, как там написано, тем более приближиться к его пришествии. Это не говорится только о браке. Но это тоже, конечно, вам, молодежи, написано. Я даже не... Когда я понял, что я спасен, как я могу жениться на неверующих? Будем спорить постоянно. Сколько молодежи, сколько сегодня ищут кто-то подобное имя, не любят, что они любят. Это будут проблемы. Ждите, подождите. Бог даст вам. Амос, давайте прочитаем 3.3. Вопросы здесь. Отвечаем. Давайте Амос. Мы знаем, что Библия – это меч. Она раздаляет, чтобы соединять. Бог отдалил Павла от мира, чтобы соединить его. Евангелие с ним. И вот здесь написано Амос. 3.3. Если нашли, скажи Аминь. Аминь. Пойдут ли двое вместе? Нет. Сговорившись между собою. Надо быть единодушно. Рассчитано. Да, я с тобой. Я хочу с тобой идти до конца. Господь говорит, не будь под чужим ярмо. С другими неверующими. Или те, которые в отме. Или те, которые любят музыку, которые не угождают Бога. Или мирские привычки. Или разговоры. Я не говорю об этих вещах. Я не хочу. Извините, я верующий. Я не буду выпивать. Спасибо за предложение. Но я не буду с вами. Я хочу жить чистым для Бога. Даниил сказал, нет. Я не буду выпить из стола царя. Бросай нас в печь. Мы будем не клониться вашим Богом, вашим идолем, вашим истуканом. Мы верующим. Аминь. И вот сегодня многие клоняются под чужим ярмо. Многие сегодня делают, что мир делает. Вот здесь написано 3.3.3.4. Рвет ли лев в лесу, когда нет пред ним добычи? Падает ли свой голос звонок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Нет. Еще нет. Еще 5. Попадет ли птица петлю на земле, когда ссылка нет для нее? Нет. Это неестественно. Это ненормально. Это не будет. И не должно быть, чтобы верующие люди ходили с миром. Что мы жили, как мир живет. И делали. И говорили, как они говорят. Аминь. Мы должны быть чистыми. Мы должны быть под иглами Иисуса Христа вместо с Ним. Вместо с друг другом. Сегодня экономия. Чтобы соединить все веры. Мы должны любить всех. И любить все, что люди говорят. Нет. Библия разделяет. Слово Божие очищает. Библия сделает вас чистым. И уникальным. И как там титр 2. Что мы должны быть особые люди. Особые. Дорогоценные. Золото. Чищено. Когда тяжело. Я видел, что волы. Когда они не могут тянуть. Когда где-то скользко. Они будут даже падать на колени. И тянет. Но один не может на колени, если другой стоит. Они всегда вместе на колени. Мы должны начинать. Если есть споры между братами. Нет единодушности. Самое лучшее место. Однажды вы знаете брат Кен Вест. Да, вы знаете. Он здесь был. И мы ссорились. Здесь. В разделне. Мы играли уно. И он хотел спать. Мы ставили палатку здесь даже. Это было здесь. И все молодежи были. Как сказать. Возбуждены. Мы только ставили палатку. И Кен всегда 9 часов. Спит. И это было его как привычка. Много лет. И он как вампир. Солнце падает уже. Нет, это наоборот. Нет, солнце. Когда солнце. Как это? Сядет. Заходит. Да, он заходит. И вот. Мы играли в одном комнате. И кто-то вставал. Пошел через эту комнату. В туалет. Потом обратно. А потом еще через 5 минут. Кто-то пил что-то. И мы вообще мучили Кен целую ночь. Ну, несколько часов, скажем. На следующий день я получил какой-то список людей, которые вставали рано утром. Там было, может, 5-6-7 примеров Библии. Я повернул и писал. Люди, которые были, которые не спали ночью. И ложил на его подушку. Там Давид. Давид. Павел проповедовал то полночи. Вы помните? Много, много. Иисус сам целую ночь молился. Но мы не молились. Мы играли уно. Но все равно. А я положил. Кен пришел на следующий день. Кто писал это на английском? А я сказал. Кен, кто писал это кроме меня? Братья. Но я сказал. Я взял его сторону и сказал. Кен. Я понимаю, что ты хочешь на 9 часов. Но я здесь капитан. Это мой экипаж. Это мой экипаж. Это мои люди. Они мои солдаты. Они следуют за меня. Они за тобой. Если ты будешь сказать, что они должны делать, лучше, чтобы ты не со мной. Он сказал. Ну ладно. Я иду в Киеве. Я сказал. Ну иди туда. Я буду здесь. И мы ссорились немножко. А потом я пошел к Кену. Он сказал. Ну перед тем, как ты покупаешь билет, давайте помолимся. Давай помолимся. А мы начали молиться. И молились. Ох. Простыли. Господи, не знаете. И вставай, и вставай. Ай, я люблю тебя. Ох, я люблю тебя. Ох, ты не едешь к Киеве. Нет, нет. Ох, я хорошо. Знаете, на колени падали. Когда тяжело, просто падай на колени вместе. Приди на собрание, когда молиться надо. И не иди к тем, кто вам нравится. Знаешь, что это, брат, я последний день, 2-3, ссорились. Иди к нему. Давай, будем вместе помолиться. И будет легче. И однажды мы играли в американский футбол в Сан-Диего. Я был молодой. Только вышел из этого, ну как, служения военными. Был один человек из Монтана, не ковбой. И мы играли в футбол. И начали немножко потерять контрол. Иногда так, знаете, как игра. И мы так ссорились. И он сказал, мы просто не говорили с друг другом, нисколько не делай. И потом пришло время вечернего Господня. Я получил, и Дух Святой сказал, все в порядке с тобой, а? Я помню, ну, Джей Вакар, Джей Вакар, Джей Вакар. Нет, не все в порядке, Господи. Иди к нему. И я пошел к Джей и сказал, брат, можно с тобой поговорить в фойе немножко? Давай, идем. О, мы даже ничего не сказали. Опять, давай. Я не прав, я не прав, брат. Он сказал, он не прав. Все в порядке? Да, давай, идем. Так просто. Ты будешь удивлен. Ну, как просто иногда, когда можно просто молиться, и все было хорошо. Через год Кен Вест вернулся в Украину. Он сказал, брат, Эд, когда ты стоешь, я стою. Когда ты будешь лег спать, я буду лежиться спать. Брат, что ты кушаешь, я буду кушать. Аминь. И мы должны быть под этим мигом. И это будет тяжело впереди. Я уверен. Это не будет легче. Не будет, что было вчера, что было раньше. Будут тяжелые дни впереди. И ты один не можешь. Тебе нужно это собрание. Тебе нужно это общение. Тебе нужно это единодушность. Один стремление ко Кресту. Вместе под игом, под ярмой. Господи, помоги нам. Что мы вместе тянули. Есть время, когда урожай. И все люди используют все машины, все грузовики, все комбайны. Вот время урожая. Надо вместе трудиться. Потом можно ссориться после урожая. Аминь. Но сейчас время работает. Сейчас время трудиться. Мы говорили тоже спецназ. Только один, ну как. Единственный легкий день был вчерашний. Калан, она. Вот вчерашний. Завтра будет тяжело. И мы должны доверять друг другу. Быть под игом вместе. Единодушно. Давайте последний. Откроем плач Еремия. Три двадцать семь. Плач Еремия. Плач Еремия. Плач Еремия. Вот видишь, молодой Телец говорит. Он сказал Еремия. Папа говорит, нет, плач Еремия. Папа знает. Он читал эту книгу много раз. Это примерно не очень. Хорошо. Мои дети тоже делают. А я всегда прав. Даже если не прав. Один правило. Папа всегда прав. И если второе правило. Если Павел не прав, вспомните первое правило. Три двадцать семь. По милости Господа. Нет, двадцать два. Двадцать семь. Благо человеку, когда он носит игру в юности своей. В юности, потому что он не привык к этому. В юности, потому что он не зрелый. Как это, зрелище или зрелый. Он не имеет опыт. Не опытный. Не знает, как служить. Не знает, что ему полезно. Знаете, Бог сотворил этот бык, этот волк, чтобы носить бремя. И он дал нам душу, чтобы любить людей. Чтобы носить крест свой. И не просто, чтобы мы, как этот телец, который гулял, без бремя. И когда мне было 17 лет, я начал учить это. Я покаялся. Я впадал на колени ночью и сказал, я не хочу в ад, Господи, спасти меня. Тридцать четыре года уже я ношу этот крест. И для меня это обуздает меня, поможет мне. Дал меня, как якорь, знаете, как корабль, который имеет, как это, балласт. Я не знаю, как по-русски, балласт. Чтобы прямо. Чтобы не на одну сторону. Или направо, или налево. И вот прямо. И вы молодежи. Изучайте Библию. Я знаю, что много есть игр сегодня. Мы тоже играем. Но найти время, чтобы можно взять из этой полки родителей ваши, книги, гроши библейские. Читайте. Как Тимофей. Который был молодой. И с детства он изучал. И нам нужна молодежь сегодня, которые будут знать. Которые будут изучать. Которые будут ходить в институт здесь. Которые будут сказать, я хочу знать. 45, как это Роберт Дик Вилсон. 45 разных языков, чтобы доказывать, что Библия верна. Нам нужны сегодня ученые, ведущие тоже. Нам нужны сегодня проповедники. Которые будут кричать в этом земле. Где погибают люди. Где огонь уже погасил. Чтобы было опять здесь, в этом земле. Кто-то будет пащать. Кто-то будет прямо пащать. Кто-то будет сеять. В Одесской области. В Черниговской области. В Луганской области. В Кривой Роге. В Николаевской. В Николаевской. В Запорожской. Везде в Украине. И дальше. То край земли. Кто будет это сделать? Господь градил. Да. 70 лет. Но может еще 40-50 лет. Вы не знаете. И вы должны начинать сказать. Кто в нашем будущем, если не я? Если не мы, которые имеем истину. Которые имеют хорошее учение. Уставы от Бога. Закон Божий. Кто идет для меня? Господь спросит. Кто будет под моим игом? Спустя. Как смириться. И клоняться. Возьми игру мою. Господь сказал. Не тяжело. Это не как в мире. Она легко. И вот молодой. Здесь написано опять. Я читаю. Что благо человеку. Когда он несет игру в юности своей. Но это если вы уже пожилые. Начинайте. Начинайте. Я знаю брата Иисуса. Которые покаялись. Когда им было 60 лет. Ходили в Пенсаколе. Учили в институте. Да, Крис? Закончили. Старше. 60 лет были. Некоторые. Да. В нашем были. Слава Богу. Один старый брат. Дикман. Он думал. Я могу что-то сделать. Господу. И он начал взять. Знаки по красу. Стихи из Библии. Первый был из металла. Такие. И потом степочки повесил. И они были металлические. Как знаки. И он сам по красу. Буквы. То он думал. Это очень долго. Очень тяжело. Как можно сделать лучше. Он потом взял эти. Трубочки из пластмассовые. И какой-то очень легкий материал. Я не знаю как это называется. Беленький. И он сделал буквы из наклейки. И он сделал тысячи и тысячи. На каждом штате в Америке. И много народов. И многих языках. Один старый человек сказал. Что я могу делать для тебя, Господи. Я хочу быть под игром. Я хочу сделать что-то для Господа. Это не тяжело, да? Сделать знаки. И потом он сказал. Кто хочет эти знаки бесплатные? И потом он думал. О, мы можем поменять. И потом он нашел люди. Которые будут как маршрутка. Ездят и поменяют эти знаки. Чтобы люди, которые ходят на работе. Каждый месяц видят новые стыки из Библии. Одну сторону страшно. А другую сторону успокаиваемо. И идешь в ад. И наоборот. Я ес на пури, ес на жизнь. И что-то. И верой в Господа Иисуса Христа. И спасешься ты и весь дом твой. Простая идея. Что ты можешь делать сегодня? Бог создал тебе быть волк. Чтобы быть под игром. Чтобы тянить свой крест. А что ты будешь делать? Какое служение у тебя сегодня есть? Не обязательно, что ты был молодой. Но если ты молодой, научитесь сейчас. Говори, Господи, что ты имеешь для меня? Господь сказал Моисею, что тебе в руках? Ну, только этот пасух. Ну, бросай, посох. Бросай на землю. Я покажу, что я могу сделать с этим. Может, ты знаешь три языка. Может, ты можешь петь, не как рис. Может, ты можешь рисовать, художник. Может, ты готовишь хорошо. Может, ты просто знаешь, как молиться. Молись. Изучать. Учить другие. Возьми кто-то под крыльем и скажи, давай, я буду учить тебя, как свидетал с вами. Помогите друг другу по бегам. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok